И так, всем добрый вечер! Если честно, я целый день ждал, чтобы послушать эту песню, посмотреть этот клип и поделиться с вами своей реакцией. Но дело в том, что первую половину дня я был вынужден учиться, а вторую половину дня у меня были проблемы с доступом, вернее, с конфиденциальностью, потому что мой сосед... Это интересно, это очень забавно, конечно, говорить всё вам, потому что, ну, реалии у меня такие, что вот только сосед ушёл в магазин, и я тут же сразу записывать реакции. Поэтому не знаю, сколько их будет, но было бы неплохо записать хотя бы главную реакцию этой пятницы, главную новинку этой пятницы для меня, и, может быть, даже главную новинку, не знаю, всего октября. Посмотрим. Это мисс Ариана Гранде со своим синглом «Positions». Собственно, Ариана Гранде свалилась мне, как и многим другим тоже, я думаю, но давайте говорить лично про меня. Я хочу про себя поговорить, про свои эмоции от новости, когда я узнал, что Ариана Гранда такая в середине октября. Ой, ребят, я так не могу дождаться, когда смогу с вами поделиться альбомом в конце октября, в конце этого месяца, она сказала. И всё. Просто щёлк. И вот, знаете, щёлчок танца. Остальные релизы просто разодвинулись такие, и всё, понимаете? То есть, я, если честно, ожидал от Арианы что-то вот в этом году, но чтобы это было так скоро и так сразу, ну вот, допустим, «Thank you next» для примера, это был абсолютно неожиданный дроп в прошлом году, да, сингл. А вот альбом, нас уже подготовили, что, да, альбом будет в течение, там, пары месяцев, да, вот. То есть, как бы, да, окей, хорошо, это было здорово, но здесь предупредить за две недели – это здорово. И тут у нас есть лид сингл. Итак, во-первых, хочу заострить внимание на том, что Ариана Гранде украшает сразу Today's Top Hits. Ну, это вообще не умудрено, если честно, потому что Ариана Гранде тут и нет никаких разлагательств. Разглагольствований. Что-то я запутываюсь. Короче, я, на самом деле, дико хочу послушать этот трек и посмотреть клип, потому что у нас есть всё и сразу. Обложка у сингла очень, на самом деле, мне нравится обложка. Такая, знаете, уютная, комнатная, я бы сказал, немного такая аутентичная, немного ретро, напыление. Причём я видел фотосессию к этой обложке, и она, знаете, такая... Она там мне кого-то напоминает очень сильно, образ какой-то задействован. В общем, ладно. Итак, альбом у нас будет на следующей неделе, 30-го, да, и будет он называться Positions, то есть одноимённый. И я буду очень надеяться, что мне удастся снять на него тоже реакцию, потому что это... Вот Ариана Гранде — это как раз-таки одно из... Один из артистов, когда в мире музыки для меня происходит реальное событие. Вот. Таких артистов не так много, не так мало, но вот конкретно в данном случае это 100%. Итак, Ариана Гранде, Positions. Мне уже нравится. Окей. Мне будет интересно на клип посмотреть. Бит на высоте, как обычно. У него вроде бы ничего такого, но он всё равно хороший. Мне нравится, меня цепляет. Оу. Кстати, да, трек «Explizit». Так, нужен вокал. Ариана, нам нужен вокал. Вы слышали, да, этот? Как он называется? Свист. Собственно, это был Positions. Это был сингл Positions. Во-первых, я ставлю ему лайк. Я его добавляю определённо. Хотя песня не такая уж и выдающаяся. Но, знаете, вот конкретно в случае с Арианой, здесь мне очень нравится именно вот этот вайб, который она начала внедрять в «Thank you, next». Она им очень так... Ну вот, «Break up with your girlfriend», «I'm bored». Это, наверное, лучший трек «Ariana» в контексте R&B. Вот просто бит, но там настолько сногсшибательный бит, что вы просто не успеваете даже трек дослушать. Он уже закончился, потому что вы сразу в него... Хоп, и всё. Здесь тоже есть бит, здесь всё хорошо, здесь всё, я бы даже сказал, оптимально. Вот. Естественно, трек мне западёт, обязательно западёт, потому что я просто чувствую, что это жвачка, которую я обязательно буду жевать, обязательно. Вот она просто уже не терпится ей, мне в голову попасть, поэтому я хочу переслушать трек несколько раз ещё. Но перед тем, как его переслушать, я хочу посмотреть на клип. Во-первых, давайте скажем по поводу самой песни. Я слышал, что «Ariana Grande» снова R&B у нас, да, будет воспроизводить, причём, по-моему, то ли традиционное, даже какое-то R&B там говорили. Я не помню, ладно, не буду вам врать, скажу, что вот это точно R&B. Это чистейшее R&B, ну, как это называется, Neo Soul, да, в плане того, что вот именно всё по канонам, причём, ну, с поп-примесью, может быть, немного. Но вот, мне кажется, что альбом пока что похож на, не знаю, хочется сказать «Thank you next» 2.0, но этот трек пока не похож на «Thank you next», он похож на что-то около «Thank you next», потому что на «Thank you next» там ничего однообразного практически нет. Вот, может быть, парочка треков там, но всё равно. Ладно, давайте так, мы идём смотреть клип, правильно? Вот, потому что я уже хочу поскорее увидеть. Но, если честно, лукавить тоже не буду, потому что я видел, сегодня весь интернет гудит про эту коллаборацию, и я, что сказать, там что-то Ария Анатолий в выборы поддалась, или в политику, короче, вы поняли. Где же этот клип у меня? Где же, где же? Вот все реакции сделали, кроме меня, понимаете, весь день это смотрю. Так, ну чё, я отсаживаюсь, как обычно, по традиции, да? Так, ну что, смотрим клип. Я, кстати, клипы теперь целиком делаю, да, чтобы можно было как-то их оценить. Но вроде пока не блокируют. Ариана Гранде. Так, это похоже на Белый дом. Блин, мне нравится вот этот вот пролет букв. Так, я так понимаю, это подруги были Арианы. Да, вот, да-да-да-да, то была Виктория Мане, да. Но она выглядит как первая леди. А, вон бабушка её, по-моему, да? Вау! Так, здесь это обыграли. Кстати, хочу заметить, что у Арианы рука очень нататуированная, прям максимально. То есть она её забила почти как Ариана себя. Оу! Какие ракурсы! Так, ну пока концепцию клипа я не сильно понимаю. Может быть, это какая-то сатира на политику? Ну, в смысле, не может быть, это 100% какая-то сатира на политику, правильно? Потому что сейчас выборы в США, и там все просто на ножах. Ну, татуировок у Арианы всё больше. Вау! Вот этот кадр потрясающий. И мне нравится. Слушайте, мне очень нравится вот сама концепция, что она постоянно... Блин, я не знаю, как это, ну, сделали, но это круто выглядит. Так, 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 что-то интимное назревает, да? Ну, не совсем. Я уже подпевать хочу, у меня просто язык тянется. Так, сейчас опять будет пролёт, да. О, вот и дебаты. Мне нравятся очень вот эти кадры, которые, знаете... А, я не могу. Вот эти кадры нравятся. Ну, Ариана, как обычно, красивая здесь, да? Ариана, в своём образе, немного такой, изменённый. Потому, что у неё обычно хвост на одну сторону, а здесь он в две. И то здесь как-то вот так, то ещё что-то, то шляпка. Это тупо Пэрис Хилтон в Белом доме, я вам хочу сказать. Только без розового цвета. Интересно, на самом деле, я не совсем понял, на что это всё было... Ну, на что конкретно, в плане идея самого клипа. Я вижу какой-то стёб здесь, но, опять же, вникаемость у меня с первого раза очень плохая. Вы могли убедиться в этом, когда... Вернее, если смотрели мою реакцию на клип Lady Gaga 911, где просто столько смысла. А я просто там, знаете, сижу, такой думаю... Ой, ну там... Ой, она что, кого-то сбила? Ну, ой, блин, ну ладно, короче. Вот такие вот новости, понимаете? И всё, и всё, и дальше реакция заканчивается. Потом-то я уже провёл расследование небольшое, так сказать, да. Собрался в кучу какие-то кадры и выпустил видос. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас я хочу поговорить про клип. Он довольно обычный. То есть, я бы столкнулся с ним ещё, может быть, парочку раз. Но, вот честно, вот я сейчас его пересматривать не хочется. Может быть, только ради кадров или ради самого улавливания техники этого вот... Когда стоит Ариана, и вокруг неё всё, знаете, вот как книжка вот эта вот перелистывается. Где вот из бумаги сделаны всякие штучки. Ты просто перелистываешь, и она вот... Понимаете, да, чём у меня в детстве такие у всех были. Вот. Вот это очень понравилось, потому что такие приёмы я вижу довольно редко. Вот. Очень редко вижу. И мне очень нравится, как это сделано. Касательно самой песни, она прилипчивая. Она прилипчивая. Это R&B, мой любимый. Я думаю, что я буду эту песню слушать, естественно. Потому что, когда выйдет альбом... Ну, я не знаю, сколько там будет на альбоме песен, и насколько они будут сильными для меня. Но альбом я точно себе заберу. Посмотрим. Хочу уже поговорить об альбоме, потому что сингла мне не хватило. Вот. Не знаю. Не вижу в нём потенциала лиц сингла, короче. Вот так вот. То есть трек по жанру мне понравился. По структуре мне понравился. Но это более, знаете, уже, я бы сказал, стандартный трек Ариана Гранде, потому что она вошла в колью в такую, в какую Сия тоже вошла в 2000 каком-то году. В 2015-2016, когда она выпустила свой абсолютно легендарный, неповторимый Thousand Forms of Fear. И после этого она выпустила ещё один очень крутой альбом, который называется This is Acting. Вот. И после этого она начала крепать довольно однообразные саундтреки к фильмам. И они почти ничем не примечательны. Единственное, бывает такое, вот, когда там что-то было интересное. Проект с Лабринтом и Диплу я вообще не беру, это шедевр. Но в целом Сия просто, она как-то, знаете, растратила свой талант, что ли, или стала какой-то обычной. Просто она клепала-клепала-клепала песню. В какой-то момент это стало её шаблоном, который уже неинтересно слушать. Грозит ли Ариане Гранде... Ариане Гранде, блин. Грозит ли Ариане Гранде такая участь? Я не знаю, но пока что всё к этому идёт. Посмотрим, как будет альбом звучать. И посмотрим, что она нам с ним преподнесёт. Естественно, там будет разное звучание, но я так думаю, что всё-таки она будет сконцентрирована вокруг R&B. И слава Богу, потому что я обожаю R&B. А Ариана в R&B, это просто... Это просто для меня вот какая-то песня. Но если честно, я ещё помню такое выражение. Кто-то из реакционеров, тоже зарубежных, сказал, что... Биана, вот, когда Thank You Next вышел. Так, ладно, этот видос длится уже 18 минут. Думаю, я там подобрежу на песне. Клип оставлю нетронутым. Вот. Вот такие вот у меня эмоции по поводу Арианы Гранде. И я очень надеюсь, что она нас просто максимально порадует через неделю 30 ноября. 30 же ноября. Да, 30 ноября. Пишите свои мысли, свои какие-то вот пожелания, может быть, к реакциям. Потому что недавно мне написали, что я постоянно останавливаю трек. И это очень не круто. Вот. Сейчас я постарался немного поэкспериментировать и остановить всего один раз, когда я хотел сказать по поводу текста. Ну и говорить по ходу трека. Надеюсь, мне этот видос не заблокирует. Вот. Посмотрим. Так что я прислушиваюсь, на самом деле прислушиваюсь. Просто пишите почаще. А мы увидимся в следующей реакции. Всем пока.